Весовая категория 57 кг Ну, если только итальянские журналисты, которых здесь, естественно, больше в патриотическом запалении проголосовали все за Роберто Камарелли, который вчера одним ударом вышел в финал Против Василия Ломаченко Сергей Водопьянов С вымпелом вышел Сергей, в хорошем настроении, судя по всему Василий Ломаченко, как всегда, с украинским флажком, он всегда дарит его соперникам Это традиция такая для Василия Мы помним, что в Пекине на Олимпиаде они не очень поняли в этот момент друг друга с нашим Альбертом Селимовым Возникла напряженность, но она, безусловно, присутствовала и раньше Просто в ринге она вспыхнула именно в этот момент, когда приветствовали друг друга боксеры И выяснилось потом, что Селимов-то как раз этого напряжения не выдержал И Ломаченко Селимов побеждал на чемпионате мира, а на Олимпиаде Василий взял реванш Как пойдет бой сейчас, мне сказать сложно В принципе, Ломаченко уже второй год выглядит наголову сильнее всех в этом весе И вчера, обсуждая увиденное здесь с Александром Беленьким, обозревателем Спортэкспресса Мы даже сошлись во мнении, что может быть и не на одну голову сильнее он Но тут для Ломаченко есть опасности, тут есть шанс для Водопьянова Дело в том, что Ломаченко очень давно никто не заставлял работать с полной выкладкой Ему все дается легко, все дается играючи Вот не заставлял его никто работать На чемпионате Европы в Ливерпуле он 4 удара за 4 боя пропустил Ну о чем здесь можно говорить Здесь тоже ничего не давал вообще сделать своим оппонентам Он при этом игрался с ними как хотел И вчера во время полуфинала его тренер, его папа Анатолий Ломаченко даже сказал С уважением встречай соперника Если Водопьянов сможет навязать что-то Ломаченко, если он сможет его жестко ударить несколько раз Если он сможет его заставить сойти вот с этой игровой волны, то шанс есть Но не более пока, потому что пока вы видите, что инициатива полностью у Василия Ломаченко Правда ударов нет И вся вот эта инициатива, она заключается в том, что Ломаченко диктует передвижение по рингу Пытался по корпусу Водопьянов Поработать не получилось, не прошло Второй удар наносит Ломаченко Показал, что будет левой атаковать, а на самом деле пробил неожиданно правой прямой Я думаю, что не открою истины и скажу, что после своего олимпийского триумфа Ломаченко там был признан лучшим боксером олимпиады, получил приз Вова Баркера Затем еще был признан лучшим боксером чемпионата Европы, вдобавок к своей золотой медали И там, и там Получил довольно неплохую зарплату в Украине, чтобы остаться в любительском боксе до олимпиады в Лондоне Ну и на самом деле вопрос перехода в этом весе в профессионал, он довольно сложный, потому что вес маленький И большой славы тут ты быстро не наживешь А путь к вершине очень трудный и непонятный Может быть, есть смысл в том, чтобы оставаться пока ему в любителях и быть здесь лучшим Пусть и не до конца заполненных залах Но, возможно, и лучшим боксером, что называется, в паунд-фа-паунд в любительском боксе 3-0 пока Ломаченко продолжает играться, а водопьянов никаких задач не ставит перед ним Очень удачно Ломаченко еще работает корпусом и шеей, и головой, уходя от ударов Вроде даже и достал водопьянов, а все равно достал только вскользь на излете И не все судьи посчитали, что он достал 5-1 Таким счетом заканчивается первый раунд Пока, честно говоря, каких-то особенных шансов у водопьянова в этом поединке я не вижу Он уже сдох, собран сдох Вася Когда залез в канаты пропустил, внимательно Слышно гораздо лучше Почему-то все то, что говорится в углу украинского боксера Во-первых, они громче так говорят Тренеры Василия Ломаченко Более экспрессивно Во-вторых Ну что Водопьянов-то, между прочим, чемпион мира В категории, правда, 54 Килограмма Ломаченко пока На уровне чемпионата мира Самая ценная медаль Серебряная Ну правда, тут еще вопрос Водопьянову, конечно, в значительной степени повезло с чемпионатом мира Поскольку, во-первых Туда вообще не приехала сборная Кубы У кубинцев в этом весе был Гильермо Ригондо Но, во-вторых, сам Ригондо Уже решил, что жить на Кубе дальше ему не хочется И, попросту говоря, решил оттуда сбежать 5-1, пока минута без Ударов прошла минута Я думаю, вы все сами видите Играется Играется Василий Ломаченко Чувствует Своё превосходство Я не понимаю, зачем Водопьянов вот эту манеру сейчас принял И согласился как бы с такой манерой боя Сейчас что это? Попытка провести какую-то комбинацию? Навряд ли Секунд 30 уже ни одного удара нет Откинулся даже на канаты Ломаченко Ну так, это все Опять-таки шутки Хотя ему тренер рассказали в перерыве Что единственный удар он пропустил Когда оказался в канатах как раз По-моему, не желает Ломаченко и на 100% сейчас выкладываться Я уж забыл, когда он на 100% выкладывался Наверное, в финале Олимпиады Когда на француза Хидалфи Джолхира У него ушла 1 минута 51 секунда Еще раз повторюсь На мой взгляд, это главный кандидат На звание лучшего боксера-любителя во всех весах Во всяком случае Ваш покорный слуга вчера заполняет Карточку с Тремя фамилиями Голосование на лучшего боксера чемпионата Василия Ломаченко поставил на первое место Хорошего, очень хорошего боксера воспитали наши соседи И тут, в общем, никуда не денешься от признания его силы Пока у Водопьянова вообще никаких абсолютно шансов по этому бою нет Всем один, всем один Давай, 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 давай Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Последний раунд! Я бы на месте Водопьянова потратил Вот этот раунд на отработку каких-то тактических вариантов На поисках в ринге Потому что в ринге их всегда проще искать, чем В пустом зале или перед экраном телевизионным Посмотреть, где вообще, есть ли слабое место у Василия Ломаченко Проверить его Понятно, что бой, скорее всего, не выиграет на 99% Но хотя бы попробовать А что, если через корпус начинать? А что, если попробовать за ногу, за переднюю зайти? Подраться не предлагаю, потому что, я думаю, в этом вообще не может быть никаких сомнений И Ломаченко драться с ним не будет Украинцу это совершенно не нужно Он и так ведет 7 очков Скорее всего, он легко доведет бой До победного конца Явно, начиная атаку, Водопьянов рассчитывает на какое-то ответное движение Рассчитывает на то, что ему удастся ввести Ломаченко в заблуждение Но пока ничего подобного не происходит И, по-моему, это в некоторый ступор Водопьянова вводит Потому что, вроде бы, как он готовит атаку Он что-то сопернику показывает А видит соперник совершенно не то, на что рассчитывает Водопьянов 11-1 Очень быстрые руки у Ломаченко Он бьет-то не сильно В этом поединке Но бьет резко и очень точно Зал недоволен, потому что зал хочет активность видеть А тут явное преимущество одного боксера над другим в классе Снова, кстати, такое впечатление, что у Анатолия Ломаченко эта фраза Приготовлена как раз для последней минуты последнего раунда Говорите, встречаю с уважением Здесь Водопьянову можно было бы и дать очко Для разнообразия Скипел, скипел Сергей Ну, понятно, что его никак не устраивает то, что происходит Он рассчитывал, что хотя бы какие-то неприятности ему удастся сопернику доставить А опять, пожалуйста, опять 11-1 И больше 10 ударов от этого Ломаченко пропустил Это турнир, публика совсем уже свистом Получает все, что происходит сейчас 12-1 Да, я думаю, выложился Василий Ломаченко процентов на 60 Мне так кажется Действительно, он настолько лучше в этой весовой категории, что Ситуация от него не требует Подвигов каких-то Не предполагает даже Ну что же, к золотой олимпийской педали К золотой медали Чемпиона Европы Василий Ломаченко Добавляет золотую медаль Чемпионата мира Первую в своей карьере Ну а у российской сборной третий Вслед за Давидом Айрапентяном Эдуардом Ацалимовым Третий серебряный призер Шесть человек В сборной России в финале И три с них Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова